добрый день друзья меня зовут андрей лобов я из компании стин и сегодня я хочу поделиться с вами последними новостями новостями за несколько месяцев и сразу перехожу к своей любимой теме этот рецикл тук-тук баджач максима который мы испытывали летом осенью нагружали его 500 килограммовыми блоками навешали на него солнечные панели 600 ватт и убедились в том что наш мотор до 90s совмещенными обмотками позволяет ездить на три цикле на таком тяжелом три цикле позволяет ездить со скоростью 20 километров в час без батареи но так как мы установили туда батарею 50 ампер часов она от солнечной энергии заправляется постоянно и позволяет ездить в день до 75 километров позволяет проезжать я сам на нем катался три дня специально сдал машину в ремонт и ездил тут на работу с работы именно на тук-туке я убедился что эта техника великолепная что она очень устойчивая что она очень экономичная простая в управлении простая в эксплуатации мы передали его в курск в курске он использовался в тепличном хозяйстве и показал себя замечательно на сегодняшний день у нас поступил запрос для использования его в центральном парке сочи в качестве кофейни вот нам нужно его сейчас забрать в курске до оборудовать и отправить в сочи но и не уходя далеко от тук-тука хочу вам рассказать что мы подготовили четыре точно такие же кит комплекта полностью для установки на такие же баджаджи максимум причем мы туда включили солнечные панели и контроллеры для солнечных панелей ну и конечно наш любимый мотор до 90 с совмещенными обмотками все это мы уже даже запаковали и в упаковках готовим для отправки в индию хотелось бы еще немножечко рассказать о мотоцикле тоже фирмы баджадж пульсар это очень популярная модель поэтому мы ее выбрали для переоборудования в электрический мотоцикл там мы использовали мотор да сто с уже более мощный 5 киловаттный испытывали мы этот мотоцикл летом осенью мы отдавали его блогеру матвею который дал очень высокую оценку нашей работе ему очень понравились и передаточное число ему понравилось что теоретически была уже осень было немножечко прохладно и теоретическим этот байк может проехать 170 километров поэтому сейчас мы его приготовили для отправки в сочи снег не позволяет его испытать здесь там на серпантине там на горках там в тепл при теплом климате мы точно будем знать сколько он проезжает как проезжает как себя ведет можно ли этот комп можно ли этот комплект предлагать нашим партнером потому что они уже его видели приезжал бирди вы все наверное с ним знакомые он катался он был в восторге от этого мотоцикла ну тем более что это индийская модель ну а в целом с бирди кумара мы ведем переписку созваниваемся общаемся как продвигать этот проект дальше ну еще одна интересная новость у нас был коммерческий заказ совсем недавно несколько месяцев назад обратилась очень крупный крупная компания дом отдыха практически гостиничный комплекс обратился сам директор сказал что у нас на озере в челябинской области запретили использовать бензиновый транспорт вообще никакой даже нельзя использовать не водный бензиновый не автомобильный никакой но так как рыбаки туристы все кто любят отдохнуть в горах в красивых местах на озерах должны на чем-то передвигаться у нас был заказ на электрическую мото собаку мы его мы ее подготовили с мотором до 90s и видео по тому как используется эта собака в челябинской области ближайшее время мы вам покажем ну и не уходя далеко от мото собаки хочу рассказать еще один интересный момент совсем недавно приезжал жиль вебер со своей помощницей барбара и они с африканского континента они очень заинтересовались и давно интересуются моторами со славянкой конечно им захотелось испытать их в деле что ж они с удовольствием покатались на мото собаки электрической все остались очень довольны после мото собаки мы их пересадили на шерпа это такое знаете вездеход в котором мы заезжали в реку гоняли по воде и что интересно такой вездеход уже есть в электрической версии на нем стоит два мотора совмещенными обмотками ну а сейчас электрическая версия вездехода находится на фазе доработки и тестирования ближайшее время как только будет закончен мы вам его покажем ну и конечно же мы не могли обойти стороной самый на сегодняшний день последний проект это картинг электрический картинг и наших гостей жили с барбарой мы повезли в сочи на красную поляну там где у нас проходит испытание вот такой вот комплект изготовлены специально для картинга немецкого картинга очень популярного рима вот на него мы установили вот такой вот редуктор с мотором до 90 см с охлаждением с вентилятором вот с таким вот шкивом который уже передает передаточное число на колеса картинга ну и наш гость с удовольствием покатался на этой модели я думаю что это лучше на сегодняшний день электрический это лучшими сегодняшний день электрический картинг на мой взгляд он очень экономичный он позволяет проезжать в прокатном режиме 60 минут иногда все зависит конечно от пилота можно проехать даже 70 минут это шесть-семь заездов по 10 минут это очень много хочу с вами хочу вам сказать что на сегодняшний день латышская установка которую также устанавливают на такие картинги с билдиси мотором проезжает всего 10 минут ну по остальным я вам не могу ничего сказать потому что на самом деле на сегодняшний день картинга электрического еще очень мало очень мало моделей поэтому мы туда зашли и пробуем пробуем тестируем устраняем какие-то неполадки ну то есть ближайшее время я думаю мы закончим с этим китом ну еще на мой взгляд очень очень интересный проект это был заказ установить наш мотор на мини гелендваген детская машина как заказ непростой был потому что он сама сам автомобиль сама рама уже была изготовлена и нам очень сложно было попасть в те места которые там остались для нашего мотора мотор большой вот но мы справились с этой задачи установили мотор разработали для него редуктор заказчик в целом довольные машины ездить переезжает бордюры как он просил заезжает в гору ездит по песку ну одним словом настоящий гелендваген настоящий внедорожник ну что друзья на этом наверное я закончил свои новости есть еще конечно много проектов много заказов но которые еще не начаты которые еще только на бумаге вот из того что интересно это пожалуй все мы никуда не пропадали просто очень много трудились будем на связи следите за нами как только будет что-то новенькое я обязательно расскажу